Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас, брат Аркадий. Здравствуйте, я приветствую вас. Почти месяц был перерыв, может быть больше месяца, нас не было в эфире. Мы записываем очередное видео, посвященное разбору Библии на русском языке. Напомним вам, что брат Аркадий много лет посвятил изучению, чтению Библии, богоисканию, молитвам, бастам. И в какой-то момент Бог стал открывать для него духовные истины из Библии. И эти истины он стал применять в жизни практически и стал видеть добрые плоды. И сейчас такой период в его жизни, когда он имеет желание делиться этим словом и надеется, и верит, что это принесет также много плодов, любви и того, что Бог хочет каждому дать в жизни тех людей, которые услышат это все. и будут применять в своей жизни. Брат Аркадий, на какую тему сегодня мы будем общаться? Мы сегодня будем читать и разбирать Матвея, пятую главу, 17, 18 и 19 стихи. У кого есть Библия, можете открыть и перед глазами держать будет полезно очень. И все то, что происходило во времена Иисуса Христа, ровно то же самое сегодня продолжает происходить. И это подтверждает нам то, что Слово Божие, оно живо и продолжает поныне действовать. Матвея, пятая глава, 17 стих. Давайте вместе прочитаем. Не думайте, что я пришел упразднить закон или пророков. Я пришел не упразднить, а исполнить. Продолжаем, да? Да, до конца. Ибо истинно говорю вам, пока не уйдет небо и земля, ни одна йота и ни одна черточка ни в коем случае не уйдет из закона, пока все не произойдет. Итак, кто отменит одну из малейших из этих заповедей и так научит людей, будет назван малейшим в Царстве Небес. А кто выполнит их и научит им, тот будет назван великим в Царстве Небес. Когда Господь Иисус пришел в этот мир, многие обвиняли Его в том, что Он нарушает закон. Тогдашний верующий, церковь, тогдашняя, говорили ему, что Он изменяет законы и слова Моисея, Абрама, не соблюдает. И Бога в том числе. То же самое продолжает происходить сегодня на земле. И после нас завтра так же это будет продолжать происходить, потому что вчера, сегодня и завтра, и во веке, Бог один и тот же. Если я сегодня разумышляю и разбираю слово Божье, духовно. Я сегодня разумышляю и разумышляю, что я нарушаю или искажаю слово Божье. Я сейчас разумышляю значение слов из Старого Завета о том, что нельзя закрывать рот работающему волу. Иисус говорил о том, что если ваше животное упадет в яму в день субботний, разве вы не станете ему помогать? Ну, я так понимаю, это когда он исцелял людей, да, в субботу? И исцелял людей, да, и в субботу, в субботу, в субботу, в субботу, в субботу, в субботу. Мы считаем, что Христос, в субботу, в субботу. Что с законом было запрещено делать? И тогда Иисус говорит им, как здесь написано, я не пришел, чтобы упразднить законы пророков. Не думайте, что я пришел упразднить законы пророков. Он говорит, что я пришел не упразднить, а исполнить. Ну, и здесь он продолжает говорить, что ни одна йота и ни одна черточка ни в коем случае не уйдет из закона, пока все не произойдет. В законе написано, что не заграждайте рта молотящему волу. Это про который вспахивает землю, да? Попыт peek? Нет, нет, все будет. Когда мы стоим, что они не спешились, и в субботу, они находятся, пока не будешь субботу. Это просто случилось и не думали, что мы не можем уходить. С Gutenberg, если он — это не знаю, что он уходит. Это пример из того времени, когда бык трудился физически помогал механизму крутиться, который обрабатывал зерно, превращается в зерно-зерно. Ну, в общем, да, трудящиеся животные, и ему, чтобы не закрывали рта, это как пример приводил. И здесь апостол говорит нам, неужели Бог так сильно переживает о животном? Он же говорит о людях, она с вами. И когда он такой говорил, многие люди искушались и думали, что он нарушает закон, говорит то, что не положено говорить. И так же Иисус Господь, когда пришел на землю и стал духовно раскрывать Слово Божье, его обвиняли в том, что он нарушает закон. Иисус Кристос говорит, что он не хочет, не хочет, не хочет. Иисус тогда говорит, что не меня обвиняли и вас будут обвинять. Иисус сказал, что он не хочет, не хочет, не хочет, не хочет, не хочет, не хочет. Сегодня многие меня обвиняют в том, что я нарушаю Слово Божье и не говорю то, что есть Слово Божье, а говорю от себя. Иисус, когда Кристос сказал, что он не хочет. Иисус сказал, что он не хочет, а не хочет, а не хочет. И Хриштос, он не хочет, не хочет определять. Иисус, нет, нет, нет. Учитель, мы и так знаем, что если зерно не попадет в Павдародную землю, а попадет на камни или в течении, то из него не произрастет. И тогда Иисус объяснил, что он имел в виду, и стал все объяснять духовно. И так как по сей день Слову Божье на полностью для нас не раскрыта духовно, И даже невозможно все это описать в книгах. И апостолы об этом говорит, что если все описать в книгах, то на земле не хватит столько места, чтобы все это описать. И поэтому мы отправим в книгах в книгах. И так как я, или Тигран, или другая верующая человек, по вдохновению отцветового духа, что это из Библии раскрыта? Мальвенавор Мартик, герув, рацкалцовый Мартик, патиразм был хайтером. Люди, читающие Слов Божье по букве, всегда объявляют войну, духовной проповеди. Люди, читают, что ты говоришь не по Библии, ты говоришь что-то непонятное, новое, и сразу начинают обвинять. И Бог здесь говорит, что ни одна чёрточка ни в коем случае не уйдет из закона, пока все не произойдет. И сегодня, кто руководит Библией, Вы говорите, что это относится к Алимфинской церкви, к нам это сегодня не относится, это прошлое. Или говорят, что это откровение еще не открыто, оно должно еще только открыться в будущем. Или, например, говорят, что нам это не откроется на земле, пока мы здесь живем, нам это откроется только на небесах, в Царстве Небесном. Если мы сейчас будем через Святого Духа рассуждать о Библии, то мы спросим, что это не из-за того, в той части, а не из-за того, он не из-за того, что это не значит, что это сатана. Людям свет нам будет четко говорить о том, что подобные размышления о том, что это было в прошлом, или это должно открыться только в будущем, они от сатаны, потому что они запрещают человеку размышлять и углубляться над Библией. Дорогие братья и сестры, дорогие зрители, нам важно через Святого Духа всегда рассуждать над Библией. В 19-м стихе говорится, что кто отменит одну из малейших из этих заповедей, и так научит людей. Мы будем говорить, что мы будем говорить, мы будем говорить, что мы будем говорить. И вот это делается привлекем в небо, который получит их из них, который будет назвать великим в царистве. Ведем, если я скажу, что я искренне, и я пишу, что там есть, и я связываю, что там есть, я поспешим, я могу сказать, чтобы быть, что там нет. Если я читаю, что в Библию говорит так написано, все это, я вот так мимо языка ограничено. И все это, как я уменьшил, что-то самая душа. А если я, читая то, что написано, уже по откровению от Святого Духа начинаю добавлять, раскрывать, что Бог имел в виду? Маркандзеву А если я по-человечески, не от Святого Духа, а просто философствую и говорю человеческие вещи, то я добавляю, получается, к написанному То, что прAndera был siis на мой суд От вой of money На примерах каждого слова, каждый четвертый increasing И все, что написано в Библии имеет свой конкретныйlicный Так вы говорите, ondaanse в глаза для детей О Making up is our senses Б Szамаса по-ш stat�� а еще füruri Бедный ясен Апостол сравнивал животного молотящего с человеком, который работает в церкви. Это верующий человек, который в церкви позже. Мы сейчас не разрушаем и не нарушаем слово Божьи. Мы до того как начать запись видео читали несколько разных комментариев от зрителей, которые оставили их под некоторыми видео. Там в комментариях происходит осуждение. Осуждение о том, что мы говорим не из слова Божьего. Мы говорим то, чего нет в Библии. Я хочу сказать, что Иисус не пришел разрушить закон, но пришел исполнить его. Закон вам говорит, что не вери, не преливод действуй, не преливод действуй, не люби своего близких. как самого себя и так далее но никто не может это все соблюдать просто прочтя и по букве только то что прочитал это да и поэтому так как люди не могли и по сей день не могут сами исполнить закон для этого пришел господь бог иисус христос чтобы исполнить это все чтобы он это все исполнил а он есть дух если бы он пришел и просто открыл библию и начал нас учить библии ничего не сделав никакого преимущества в его приходе не было бы его откровения стали исполнять закон если во мне не будет откровений от бога живого то я не смогу вы не сможете никогда исполнить закон и поэтому иисус говорит что он не пришел нарушать и разрушать и говорит что это все закон а я не под законом я так же я не могу сказать что они не могут проблемы и то есть это вот как я не могу но все они любят добавлять закону или убирать от него говорить о том что женщина пусть носит на голове или пусть не носит Или пусть женщина говорит в церкви, или говорит, или мужчина как одевает в церкви. Исус объясняет значение всех этих предписаний через святого духа. В духовном значении эти слова имеют отношение к, под словом «женщина» подразумевается желание внутри нас, а покрывало, которым нужно накрывать голову женщины, это имеется в виду желание, которое есть внутри тебя, Тебе нужно закрыть его, не давать ему проявляться. Если мы на это посмотрим только физически, хорошо, женщина приходит в церковь с прикрытой головой, молчит и так далее, и выполняет все другие предписания. Это не так, что это не так? Будет ли это спасать его душу? Я говорю, что нет. Скорее всего, нет. Ты решили сделать это, что ты не понял, что это не будет. Но если этот гребош, у Живой от ремеников, а также это, что у Живой от ремеников, и он действий, который стал отдохнуть, и что он умер, и вы считаете, и он умер, и умер, и умер, развиваться. Если это не садится за то, что он не умер, это не дает мир, это такое христианство. И большинство из вас также согласятся, что просто физически накрывая голову покрывалом женщинам в церкви или выполнять другие законы, это не приведет к спасению души. Но если духовно мы понимаем под женщиной это желание внутри нас делать то, что Богу не нравится, а покрывало это то, что мы не должны это проявлять и говорить, а должны это закрывать и не давать этому волю, то тогда в духовном этом значении эти слова из Библии, они дают нам больше спасения и повода размышлять. Иисус Христос пришел и исполнил этот закон, потому что мы не можем его исполнить сами. Иисус Христос, потому что Христос, так как Он есть Дух, Он исполняет все эти предписания. И говорит нам, что мы святые. Потому что мы духовно все это исполняем внутри нас. Но если я заставлю себя каждый день паять законы, не нарушать законы? Ну и если я заставлю себя каждый день паять законы, не нарушать законы? Потому что в том, что есть внутри меня, будет выражаться наружу. Потому что в том, что есть внутри меня, будет выражаться наружу. Иисус, внутри меня нет законы, но духа, который, где ты, господин, там свободен. Когда Христос пришел внутрь меня, Он оделся в меня, воплотился в моем теле. Иисус, то есть они не кратятство, я не кратятство, и не кратятство. Маши не кратятство. Значит, я перестал грешить, делать плохие дела? Потому что я сначала в доме кристос, скуюсь к границу, но я занимаюсь многое, и я не говорил наружу наружу. Да, Иисус есть Дух, и Он встиляет в меня, и моя тело уже превращается в инструмент для добрых дел. Иисус Христос должен иметь свой дом, которое мы с вами когда-то провестиCyp, мы с вами будем готовить все структуру. Чтобы нам уметь исполнить все слово Божье, они нарушать его и разрушать, оно должно силиться в нас полностью. Как Дух? Не предписание закона, что носить женщины покрывали на голове или в штанах не ходить и тому подобные предписания законы, но их духовное значение. Я желаю каждому из вас и призываю вас. Я желаю каждому из вас не быть в роли осуждающих Христо. Если вы сегодня будете осуждать меня или Тиграна, то я желаю вам, что это не будет. Это предупреждение для нас будет являться благословением. Так говорит Слово Божье. В любом случае мы понимаем, что так оно будет. И всегда верующие будут осуждать плацки к духовным. Мы такие же были. Вы осуждали? Да, мы не говорили. Плацки будут осуждать духовным. Но это естественно. Но Бог говорит нам через Библию, чтобы мы очнулись и не занимали позицию судей, осуждающих. Апостол говорит, что если осуждающих и гонящих меня много, то мне откроется новое благословение. Мы не обижаемся на тех, кто осуждает нас. Потому что все это происходит из-за младенчества духовного со стороны тех, кто осуждает нас. Ну, хотя бы, если чуть-чуть добавить, это тот, кто искренне хочет общаться. И это важный момент. Если человек действительно заинтересован, разобраться. Он не будет просто писать комментарии и уходить. А захочет вживую общаться. Или он не скажет, вы не правы, я вас осуждаю. И все, точка. Я сам не хочу общаться. Мы не хотим общаться. Мы не хотим общаться. Мы не хотим общаться. Люди разные. Их духовный возраст тоже разные. Поэтому, исходя из этого, мы на это не обращаем внимания. Бог будет взращивать каждое сердце, которое искренним и чистым образом посвятит себя Богу. На этом сегодня завершим. Извините, если что-то было непонятно. Впереди будет еще много видео. Мы не богословы. Мы не профессионально обученные богословию люди. Но давайте не забывайте помнить, что Библия также писалась и пишется по сегодняшний день непрофессиональными богословами, а простыми людьми, которым Бог говорил. Профессионально обученные люди. Но по вдохновению от Святого Духа мы это делаем. Потому что и в жизни брата Аркадия, и в моей жизни есть живые свидетельства. Действия Бога. Правильно? То есть и брат Аркадий знает, где он был, каким человеком был, по характеру, по жизни, какой жизнью жил. И я знаю. И без Божьего действия и присутствия это не могло исполниться. Это про тот закон, который говорил, что когда ты пытаешься что-то делать, не можешь, а когда Бог в тебя селяется, ты уже не можешь сделать то, что Он не хочет. Вот как раз это и дает нам желание говорить и общаться с вами. На этом завершим. До следующего эфира, дорогие друзья, зрители, братья и сестры, родственники. Храни всех вас Господь. Молиться будем? Давай будем. И помолимся, чтобы Господь помог нам всем сконцентрироваться на Нем. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это время, за эту возможность. Помоги каждому из нас. Господи приблизиться к Тебе. Помоги нам понимать Тебя так, как Ты хочешь нам открываться. Ты знаешь каждого из нас. Возраст наш духовный. И Ты знаешь, как говорить каждому сердцу нашему. Прежде всего, научи нас искренности, открытости, честности, прямоты, того всего, что нам не хватает, чтобы мы не боялись. Мы открывались перед Тобой и просили Тебя, чтобы Ты нам помогал понимать Твое Слово Божие. Господи, благослови всех, кто слушали, смотрели, будут слушать, смотреть. Мы благословляем всех, кто, может быть, будут осуждать, плохие комментарии писать. Господи, помоги нам никому не испытывать никакого ответного осуждения. Потому что мы знаем и верим, что когда-нибудь каждый, мол, Господи, Ты придешь и прикоснешься. И каждый обретет Твою радость и свободу. И будет искать Тебя, прежде всего, в Духе и в истине. Но не по букле. Мы любим Тебя, Господи. Благодарим за эту возможность. И все отдам в Твои руки. Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. Аминь. С миром Божьим, дорогие друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok